всем привет с вами при я вернулся здравом уме трезвой памяти и готов делать подробные анализы подземелья и так мы начинаем храм ситрались зараженный стрелок через него играем поехали самом старте подземелья при наличии разбойника дается масса инвиз от него если же у вас нету разбойника воспользуйтесь зельем невидимости пройдите первых два пока с пульте как можно побольше но в пределах конечно возможного отыграйте через зараженных мобов тех которых допустимо и тех которых вы спокойно сможете убить убейте личинки ну а далее разберитесь с остальным трешем так как личинка немножко перекинулась в новый таргет мной было сделано решение просто-напросто отвести остальной треш от зараженного мобца чтобы дать дамагерам больше места больше времени для убийства этих самых личинок если вы обратите внимание на кружочек с этом левелом а также с показателем азеритовой шеи то прекрасно увидите что было очень давно на самом деле и по модификаторам вы тоже можете понять что этот храм проходился около полутора месяца назад это весьма интересно потому что множество количества людей спрашивает текущий момент а как в 360 в 370 экипе проходить ключи пожалуйста наслаждайтесь 3 лямов босса херасим оттягивать оттягивайся давайте нет вот смотри видишь он стрелочками летает маленькие такие белые клюбельшочки вот от них надо отходить да да и отчет да статический шок это ауешка от аспидиса медленно исходящая это чё делаешь просто-напросто чё просто-напросто делаешь мирик объем от ауешки это сейвишься то есть не знаю глыба может а вихревой удар отбегаем это как на агромаре линия ну то ашара блять он не долетел до меня смес и ты бил щит матушка дайте бар ему сейвимся фейеринда вихревой удар плюс этот аспидиса хастера объем ну играем хоть и основные моменты на этом боссе уже я думаю вы успели рассмотреть но давайте все-таки пройдемся по этому боссу при тираническом модификаторе он весьма напрягает группу два босса хп которых отличается друг от друга то есть не линкованная по типу того что мы бьем одного и у второго хп снижается нет тут нужно отдельно убить два таргета у них есть механика накопления энергии энергия накапливается только при условии получения бафа щита молнии абсолютно большие и больные касты кастуются именно при щите посмотрим для начала касты милишного мопца гюрзиса дуговой клинок нанесение урона от природы которая равномерно распределяется между противниками в определенном радиусе я думаю вы уже увидели эту способность и в принципе даже если у вас один милик в группе как у нас разбойник текущей ситуации танку не должно быть больно далее вихревой удар линии как на агромаре просто-напросто отходим от них далее при наборе энергии а конкретно 50 гюрзис использует такую способность как раскат грома это мощнейший удар наносящий урон в радиусе 15 метров небольшая уешка от которой просто-напросто нужно отойти она была чуточку ранее ну и грозовой рывок это рывок в конкретную точку в которой ранее стоял игрок и просто-напросто нужно отойти от того места где вы стояли ранее хотя бы там я не знаю ну на 5-7 шагов влево или на 5-7 шагов вправо вперед назад без разницы самое главное отойти от своей первоначальной точки чтобы не получить дамаг ну и вместе не стоять конечно ну и на его пути тоже не стоять тот момент когда щит молнии перекидывается на кастера становится чуточку интереснее уже да у него есть обычный каст который можно кикать кикаем по возможности так же на 50 энергии он заражает воздух вокруг жертвы и по истечении эффекта по радиусе 8 метров от жертвы союзники получают урон от сил природы просто-напросто нужно держаться разрозненно ну и при 100 энергии выпускается сгусток энергии называется статический шок это ауешечка которая медленно отходит от босса как престовское сияние я думаю вы помните такой скилл у жрецов так вот нужно просто-напросто нажать сайва никак не уклониться парировать эту атаку увы нельзя сила шторма это босс дует в сторону игрока определенного затаргетного и просто-напросто этому игроку нужно отойти от других ну или же другим игрокам отойти от конкретно этого игрока по способностям боссов мы пробежались их не очень-то много просто нужно знать что с ними правильно делать и как правильно их использовать с целью того чтобы не умереть первые секунды боя и на вас не потратили бр потому что боссы весьма жесткие на тиранике и быть может бр потребуется чуточку позже чем на первом боссе продолжаем просмотр ну система засчитывает то то что ты поймал дамаг вот в чем а ты тут встанешь вроде вставайте нет там в начале да в начале оуу ну пробежите в инвизе там масса инвиз откатился же не час на фигуре и так пройдет я его на сапну просто мак умер сразу на двадцать шестую секунду боя видишь тут вихрь ты стоишь отрежь в ними получается да я феринда я тебе верю я верю тебе система не верит засчитал но если ты так говоришь тут блин работает по причине какой что пока ты во второй точке не окажешься ты еще первый находишься ну в теории да пока мы разбираем механику блинков нас ждет самая опасная часть инста это мост многие люди и на нем умудряются лайпаться просто быстро пробегите либо если вы имеете какой-либо спринт в своем арсенале персонажа нажмите его не поленитесь он не пригодится вам далее скорее всего ну действительно а пробежать пост достаточно быстро либо просто напросто нормально уклониться от шариков это будет полезно далее трэш нас поджидает как я делаю я пулю мопцов отвожу и тем самым вывожу из облака дыма облака дыма это механика которая также будет встречаться и на боссе в тот момент когда он будет зарываться под землю ох инсайды куда-то вперед лечу странно так вот просто-напросто пулем этих мопцов и отводим их из облака а так как там стоит рейнжовый моп в этом облаке то стоит его подпулить и отбежать от него на 40 плюс метров это сделать вполне легко играя на каком-либо мобильном танке либо же если у вас есть друиды то по-моему тайфун он может справиться с этой задачей ну а если нет то воспользуйтесь первым способом попробуйте сами вы там рофлите что ли так сейчас аккуратно по стеночке 3 секунды под лучник вышел из облака так вышел окей отлично щиток пуш дыхание от морды если вдруг резко выпуливается зараженный моб ферин да ты кинешь превращение если он опять выплется ну тогда корни то есть то есть нет не теряемся у нас контролей херова гора у нас блайнд есть у нас все есть просто и не теряется и каст не теряю не теряю Ну, кажется, там этот материк специально бурстана украсил. Что? Ну, я. Дыхание. Готово, например, бурстана. Курш. Так, у нас же есть столб, верно? Поехали. Вот так вот сейчас сделаем. И ко мне пройдите, чтобы мобцов тех не запулить. Христоса... А, нет, столб, столб. Это неуверенный... Жопой не спу... Элем там! Ё-моё, как я перепугался-то. Стан сейчас дам ему высасывание. Давайте. Зелье тут не сбито. Не отсюда здесь. А, нет, руки, как потому что... Знаете, на самом деле прохождение мифик плюсов, исполнение танковской механики это аналогично ведению машины в критических ситуациях. Не стоит никогда отпускать руль. Сосредоточьтесь и делайте те действия, которые приведут вас к успеху. Как он там тусуется? Щиток, пурш. Так, один умер кастер. Кресту собью, всё, окей, кик есть. Сбил. Чё по столбу? Есть. Нормально. Вот давай сейчас при косте любом. Дыхание аккуратно в вас развернуто. Короче, фулео. Дыхание. Читок. А пурш? Без када у мага. Там просто... Без када. Ману жрёт. Сколько там? Одну пятую? Три-четыре фуржа. Ману жрёт. Ага. Ммм. Ну, мы могли быстрее это всё зачистить. Типа, тупо киков не хватило. Отойдите с центра. Параличами с танами сбиваются корни. Это не фейк инфа. Сейчас вы всё прекрасно увидите. У меня в наличии у монаха есть паралич. И я активно буду сбивать корни, которые будут кидаться на каких-либо игроков. Ну, правильно называются не корни, а клубок змей. На самом деле это реальная классная тема. И пользоваться этой механикой реально надо. По-моему, станы ещё тоже сбивают. Так что пользуйтесь абсолютно всем тем, что у вас есть в арсенале. Ну, а способностей очень мало у этого босса, так как он всего лишь один. Пагубное дыхание разворачивается в случайную сторону и сдаёт дыхание. Также спавнит войд зоны. Просто-напросто нужно выйти из области дыхания. Ну и к тому же не стоит стоять на месте после того, как он сделает дыхание. Потому что скорее всего после этого сразу же сделается клубок змей. Слепящий песок. Стоит просто-напросто отвернуться от босса. Ничего сложного. Механика аналогичная встречается на гуне, последнем боссе ульдира. Учитесь выполнять механики сразу. Они почти везде одинаковые и если вы научитесь делать на одном боссе, то на другом это не составит вам труда. В момент закапывания босс просто-напросто уходит под землю. Уходит под землю, вызываются мопцы. Босс крутится под землей по кругу. Иногда прорывается через центр. Просто следите за его траекторией и не попадаете под его рывки. Элементарно убивается второй босс. Дыхание. Увернуться. Дыхание. Это не аддон, это блок Викауры Я после прохождения инста скину, напомнишь Речь шла о Викауре, которая находится по центру моего экрана на Монахе Отображающая различные кулдауны, активное пошатывание, активный процент пошатывания, который уже набран на персонажа После второго босса следуют интересные мобы и интересный энкаунтер с условием того, что нам придется воспользоваться полным управлением своего персонажа А именно, нужно почувствовать его и правильно провести через молнии Ну а трэш элементарен в принципе, кастуется каст, который усиливает мопца по дамагу Потом он может его кастануть еще разок и потом он делает типа разрядку Сбрасывая из себя стаки и ауеша по всей группе Эти стаки магические, их может забрать себе маг Я не помню, делали мы тут одну интересную вещицу перед пулом босса Если делали, я ее обязательно озвучу Хотя, стоит о ней, я думаю, уже рассказать Убивается абсолютно весь трэш, кроме одного пака Я думаю, мы его здесь не тронем, потому что в середине сентября я это уже знал Так вот, этот пак просто-напросто мы не тронем И по итогу маг перед убийством мопца заберет на себя максимальное количество положительных бафов Спулится при этом босс И маг будет иметь уже изначальное, весьма неплохое повышение урона Что позволит быстрее убить босса Следовательно, меньше сосать столбы Следовательно, меньше получать дамага Следовательно, у хила останется больше маны И меньше вероятность того, что он просядет по ней Вот такая вот интересная страта есть на этого босса При использовании мага в группе Вы это увидите, потому что я уже замаркал мопца И да, мы его не пулем, мы просто-напросто идем дальше Честно, смотрю это прохождение как в первый раз И просто-напросто высказываю по нему свои мысли А это нормальная тема на самом деле Очень хорошо мысли освежает, если честно Эти же мопцы, которые стоят конкретно в комнате рядом с боссом Не представляют никакой опасности Просто могут прыгнуть в какого-либо человека Но отойти не составит труда Поехали Дамстан А, это же элем, с него не вылазит Он типа не умирает Как я мог это забыть? Я надеюсь, вы тоже увидели этот замечательный момент То, что элементаль зараженный был убит А мопцы с него не вылезли Да, все потому, что он как бы не умирает Все, выпрыгиваем Ну а теперь внимательно смотрите за хп у мопца И за ротацией мага Она находится в четвертой полосе Самая нижняя в фреймах группы Чтобы он ровно минутку висел Да, сам кик и у тебя же есть кик Теперь нужен ты кик Ну Типа, я хоть знаю Ты, может, там захочешь уже спелстилить А мы кикнем каст Некрасиво получится Все, копим, 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 копим ресурс Давай, все, следующий Ты тыришь, и мы пулем босса Стоп, 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 стоп Стоп, убить Ты еще всего просто нахуй взорвать должен Я так чувствую Первый перекрою Тактика на босса Ну просто крайне элементарна Что нам нужно сделать? Нам просто-напросто нужно перекрыть эти столбы Как мы делаем? Один человек кроет, к примеру, первый столб Второй человек кроет второй столб Третий человек кроет третий столб Четвертый столб уже может перекрыть человек, который крыл первый столб То есть по факту хватит трех человек для перекрытия столбов Танк должен участвовать в принципе перманентно Либо тот класс, который может поглотить большое количество урона А так как дамагеры не скажут, что прям могут это сделать в большом количестве То намного приятнее это делать танку Либо не забывать прожимать различные глыбы Различные сейвы Если они имеются в тот момент, когда становится у вас уже ну очень-очень мало хп Или же хил не справляется Так как мы спулили без геры Небольшие сложности в этом были Чуточку Босс очень простой Но требует внимания Искать, искать, смотреть в оба Крою перед мордой Со жопой Пробегите, пробегите, пробегите Перекрою что-нибудь Ох уж эти замечательные звонки в дверь во время прохождения мифик плюсов Но коридорчик, который идет впереди Он не особо требует танка в окончательном его прохождении Там один мопчик всего стоит У него не так много хп И в принципе за стан Либо при условии кого-либо кайта Он спокойно умрет У нас есть друид хил с вифремур соло У нас есть друид на солухе У которого есть тайфун У нас есть разбойник со стопроцентными эвэйженами Так что мое полуминутно-минутное АФК Не особо как-либо сказалось на прохождении ключа Спойлер Ключ пройдется в таймер Даже при таких вот траблах на первом боссе На каких-либо ошибках Ну и опять же Навык владения персонажем Полностью проявляется Вот в этой вот катушке молний Внимательно смотрим на те дырочки Не на те дырочки А на те, которые между молнией находятся И спокойно пробегаем Доходя до последнего мопца Древний там вызовите Да я уже забрал, пришел Дверь надо было открыть Так, сейчас надо не обосраться И тогда у нас все хорошо Нормально У нас время не прям Нормально Я тут просто Пострелюсь Так, зараженных чекаем Самое главное Тут их нету Играем Череп бьем Выбьем сферу И кто-нибудь возьмет Ну, не я Потому что по мне Дамаг проходит Сзади страж Еще один идет Чаржи Проходим У нас трупов было Блэк То есть 13 секунда Труп 26 секунда Труп Стакали Стакали? Я охуевал уже Сидел Я кайтил все это Я говорю Как только возможно Ну мы проходили Ну две смерти у меня там было Ну короче Так вообще бред И это было по-моему Десятка еще То есть Бред Да Мы уже опять Сейчас выходили Несите, несите, несите На ком? Не на ком На ком Помога Нет, не рывки Статический шок И вихревой удар Рывки Они спокойные Выйдятся Забегаем в руму С боссом Сейчас ждем Трэш Который к нам придет И Идем вниз А воешь А зараженных Походу вообще убрали Из этой комнаты Как я понимаю То есть Ноль было сейчас Это было бы Иверопай Ну на той неделе Ну на той неделе Были Касательно прохождения Комнаты Которую мы уже прошли Все очень просто Вы сами все прекрасно видели Убьем мопцов Контролем стражей Если они вылезли Относительно далеко На чарджах Пролетаем К этой черепушке И вставляем В нее Два глаза Самое главное Использовать все свои навыки Мобильности Все чарджи Все контроли Все станы Какие только есть В нашем арсенале У персонажа Что-то я сейчас Больше на ключе Стрет очень Ну босса вообще Можно затянуть Нам на него надо Ну минут сколько 4, 5, 6 То есть все окей Ну а мопцы Которые стоят Перед боссом Уже медленно Подводят нас К механике Мопцов Которые стоят Которые будут Спавнятся У самого Босса На танка Вешается Дебаф Который повышает Получаемый дамаг Мобы Кастеры Существуют Да и все В принципе Друиды хороши Монахи хороши В миф плюсах В следующий момент Вот я Так считаю Хотя возможно Мое мнение Неправильно Леченки Леченки Сзади убьем Подпьем Поехали в 4 мобов 4 моба Кастера Кастуют Первый каст И какое-то время Могут Своими Ножками Ходить Сводим их В одну точку Даем станы Даем столбы Ну сейчас окей Конечно Столб был Неправильный Увы Убиваем мобов И после этого Мы будем Запускать босса Опять Сова неэффективно У нас Не в полную меру Показывает свои скиллы Ну ладно Отпивайся Я похилю Все можно Даю отсчет Геру На каких мобов Тебе дать Скажешь сам Это мне? Ну да Тебе же там тоже Хилять надо А я тут Давай на вторых Мопцов дадим Геру Филинду Окей Или на третьих Вообще Это тут не нужно Гера Потому что там Типа уже Личинок этих Дохера Жабок Будет Мопцов Гер На них ли Сердце Для начала Парапат Опять Жалка Как обычно Хранители сердца Это те мобы Которые по танку Вешают Дебафы На увеличение Получаемого дамага Далее Вторые мопцы Кастеры Чумные знахари Их основной каст Это цепная молния Цепную молнию Просто-напросто Мы сбиваем Эти мопцы Могут получать Станы Могут получать Различные контроли Это упрощает Их убийство И Вообще Все очень классно Становится Если Долгое время Продержать их В каком-либо контроле После убийства Четырех мобов Которые стоят На одном месте Выпадает Сферка Сферка Используется И по центральному Мопцу Усилен Отхил Также Периодически Вылезают Жабки Которые При Прикосновении К какому-либо Игроку Игроку Вешать Вешать В него Дебаф Уменьшающий Исходящий Отхил На 50% Эффект Стакается Поэтому Если вы словите Двух жабок То вы вообще Хилить не будете 50 на 2 100 Это болезнь Ее можно Диспелить Монахом Я делаю Это на ура Также Эти жабки Сами по себе Всегда прыгают На хила У них Встроенный Интеллект Вот По итогу Жабок Просто-напросто Контролим Станем Кидаем Различные Круги мира Если вы Монах Который Обладает Мозгом В отличии от Меня Окей Ладно Статуя Тут тоже Хорошо себя Показала Потому что Был модификатор Упрямый Насколько я Правильно вижу По окошку Модификаторов И По итогу Я сделал Тоже все правильно Окей Убиваем Жабок Убиваем Мопцов Контролим Мопцов И Радуемся Всему Тому Что Происходит Собью Каст Изменное Заклятие Там Стуржи Кто Законтролился Сигули Чего-нибудь Это По мане Экономи Экономи Ману Сферу Сферу Последующую Возьмем Зачем Сейчас Уже Он В щит Ушел Ну Ты Че Ну Или Жалобы Пускай Значит Хуй Бо С ней Все Поехали Под Герой Месим Пока Не Грибы Рады Сферы Стаквить 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 Ну Или По крайней Мере Хотя Бо Продлилось И То Было Бо Неплохо Смесь С Поехали Ага Ага Сейвик Нажал Может Меня Не Хилить Цветной Молнию Убить Нахаре Все Идем Дальше Жапки Сначала Жапки Хиляем Сферу Сферу Изни Феринда Мы то Все Занятые Тут Хилим Стоим Ну Да Додор В тот Самый Момент Когда У Центрального Мапса Которого Мы Хилим Будет Сто Процентов Хп Он Даст Нам Баф Который Усилит Наши Боевые Качества Уменьшит Получаемый Дамаг Количество Мапсов Будет Чуточку Больше Но Это Нам Никак Не Помешает Просто Напросто Их Шот На Этом Бои Кончается И Мой Монолог Объясняющий Прохождение Этого Подземелья Кончается Тоже Спасибо Что Смотрели Этот Видосик До Конца Всех Вам Благ Счастья Здоровья Не Забудьте Оценить Другие Видосики Как Посвященные Мифик Плюсам Так И Есть Различные Видосики Посвященные На Какие Либо Другие Темы Думаю Вы Найдете В них Что-то Веселое До Скорого Берегите Ноги Ой Я бы На А Тебе Нужна Наверное Да Это Да Я Отдам Колечко Впринципе Хотя Пурум Пум 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 Да Не Я Возьму На самом Деле Она Лучше Моего Чем Хас Мастере